Нет игровой площадки. С такой жалобой в редакцию нашего телеканала обратились жители дома по улице Би Буранбая 45А. По их словам, двор должны были благоустроить еще в прошлом году, однако по некоторым причинам работы приостановили. Прошлым летом во дворе дома 45А по улице Би Буранбая проходил капитальный ремонт тепловых сетей. Тогда снесли игровую площадку. После окончания ремонтных работ выкопанные дороги остались в таком же состоянии. Все испортили. Кочарю и песочницу тоже убрали. Прошел почти год. Невозможно ходить по этой дороге. Все в грязи. Нет игровой площадки. Как попало оставили все. Лишились всего, что здесь было. Когда идет дождь, дорога превращается в грязь. Детям негде играть. Под окном мусорка стоит. Летом мухи летают. Окно открыть невозможно. Вонь. Не всегда вывозят его этот мусор. Они должны вывозить понедельник, среду и субботу. Они иной раз не вывозят. Этот двор должен был быть благоустроен в 2023 году. Даже привезли все необходимые материалы. После затяжного ремонта тепловых сетей благоустройство было приостановлено. Ремонт длился очень долго. В конце октября месяца только закончили ремонт теплотрассы. Данный двор планировался в прошлом году для проведения работы по благоустройству. Но мы рассчитывали, что ремонт трупов пройдет быстрее. Данный двор, как я сказал, рассматривается для благоустройства в текущем году. Жители затронули еще несколько проблемных вопросов. Говорят, что годами лифты в доме не работают. С трудностями в первую очередь столкнулись пенсионеры и дети. У нас нет лифта в первом подъезде. Мы поднимаемся по лестнице. У нас много пожилых людей. Им сложно каждый день спускаться и подниматься. Еще одна проблема – отсутствие горячей воды. Постоянно пользуемся арестоном. В прошлом году по вопросу лифта жители нашего подъезда собирали подписи. Ответили, что ждут СССР, но пока безрезультатно. По данному вопросу ответил главный специалист отдела жилищной инспекции. По его словам, лифты должны заменить сами жители. По многочисленным просьбам планируется начать новую программу оказания помощи населению. По ней собственники получают финансирование от правительства. Жители должны проводить собрания. Есть учреждения, которые занимаются такими работами. Центр территориального управления называется. Он находится по улице Урахаева, 53. Надо отнести туда свои протоколы. По словам специалистов, по плану двор будет отремонтирован в этом году. Однако решение принимает специальная комиссия. Что касается вопроса с лифтом, жителям необходимо собрать подписи и направить обращение в территориальный центр управления.